Всем привет! Знаете ли вы о насекомом, которое сочетает в себе навыки поразительной скрытности и смертоносной скорости атаки? Если добавить к описанию внешность пришельца, то разгадка близка. Тема сегодняшнего выпуска – Богомол. А перед стартом я прошу вас подписаться на канал, обещаю впереди много интересного. Готовы? Мы начинаем! Богомолы. Грозные хищники в мире насекомых. Это довольно древнее насекомое. Они обрели известность благодаря необычному внешнему виду и удивительной бесстрашности. Голодный Богомол без раздумий атакует любого противника, которого может одолеть и съесть. При этом он избегает схваток, которые могут стать для него фатальными. В мире существует более 2000 видов Богомолов. Размеры в зависимости от вида колеблются от 1 до 15 сантиметров. Богомолы – мастера маскировки. Причем их расцветка всегда совпадает с цветовой гаммой местности, в которой они обитают. Их камуфляж настолько реалистичен, что порой добыча сама садится на охотника. Однако из такого положения ухватить ее бывает проблематично. Но и здесь Богомолу улыбается удача. Богомолы поедают свою жертву живьем. И что удивительно, мертвую добычу они не едят, даже будучи смертельно голодными. Если объект не шевелится, то его для Богомола не существует. В качестве оружия Богомол использует передние ноги, где бедро и голень покрыты острыми, как бритва шипами. Складываясь вместе, они захватывают жертву словно капкан, не давая шанса вырваться. Богомол качается не потому, что разминается перед битвой. Таким образом он имитирует движение растительности, становясь похожим на лист или веточку, колышемую ветром. Кроме того, так он определяет расстояние до цели. Ведь Богомолу жизненно важно быть незамеченным до нанесения сокрушительного удара. Также в этом им помогает стереоскопическое зрение, позволяющее с высокой точностью поражать свою жертву. Самки Богомолов всегда крупнее самцов. И они действительно нередко убивают и съедают самца по окончании испаривания. Но это никак не связано с их дурным нравом. Ведь несчастный самец в этом случае становится источником белка, столь важного для выживания и продолжения рода. Богомолы живут не дольше года. Люди все чаще заводят их у себя дома, ведь они не пахнут, не издают лишних звуков, не требуют много места, времени или внимания. Поистине идеальные питомцы. Ни один из видов Богомолов для человека не опасен. Но злить его не стоит, все-таки он может больно цапнуть. Богомолы едят все, что движется, включая других Богомолов. Но и на них порой ведется охота. В данном эпизоде Паук Скакун выбрал Богомола в качестве добычи. Богомолы отлично видят, но в этом плане им далеко до пауков. Ведь Паук Скакун имеет 8 глаз, что позволяет ему без труда контролировать жертву. Выхода нет и остается последний шанс. Использовать секретное оружие, стиль Богомола. Он встает в защитную стойку, пытаясь выглядеть больше, и это срабатывает. Паук отступает. Казалось бы, вот оно спасение. Но орхидейный Богомол думает иначе. В этом эпизоде Пестрый Кузнечик решил полакомиться своим полевым сородичем. Он без труда разрывает броню и вгрызается в жертву, хотя она еще жива. И в этом он похож на Богомола. Но воля к жизни велика, и полевой кузнечик из последних сил пытается скрыться от своего палача. На поле битвы незаметно появляется Богомол, но его цель совсем не изуродованная жертва. Посмотрите на них. Они словно два воина, вооруженные до зубов, решительные и кровожадные. Схватка закончилась так же быстро, как и началась. Богомол понял, что эту битву ему не выиграть и поспешил скрыться. А Кузнечик вспомнил про свое незавершенное дело и вернулся к обеду. В этом эпизоде неясно, кто на кого охотился, но первую попытку атаковать делает ящерица. Внезапно от Богомола следует жесткая контратака. Ящерица цепенеет в шоке, и Богомол обретает полный контроль над ситуацией. Жертве удается вырваться, казалось бы, все позади. Но Богомол так не думает. Он буквально впивается в голову рептилии, и жизнь угасает в ее глазах. Иногда объектом внимания Богомола может стать и не крупная змея, как произошло в данном видео. Раз за разом Богомол пытается атаковать, и очередная попытка увенчивается успехом. Охотник крепко удерживает свою жертву, попутно вгрызаясь в нее. Все попытки змеи выбраться из цепких объятий тщетны. В итоге она становится сытным обедом. Один из самых красивых видов – орхидейный Богомол. Его основным оружием также является агрессивная мимикрия. Это привлечение добычи благодаря сходству с видом, который потенциальная жертва не воспринимает как опасный. В процессе эволюции эти насекомые становились все ярче и больше, чтобы увеличить схожесть с цветами. Самки вырастают до 8 см, самцы меньше них практически в 2 раза. Интересный факт – орхидейные Богомолы меняют свой цвет в зависимости от цвета цветка орхидеи, на котором они живут. И сейчас он играет роль цветка, на который уже обратила внимание пчела. Она подбирается вплотную, резкий выпад – и вот пчела уже в цепких объятиях Богомола, который начинает трапезу прямо с головы жертвы. Этот эпизод по праву можно назвать поцелуем смерти. Но не всегда Богомол выступает в роли охотника, в мире немало существ, готовых полакомиться им. Например, здесь в роли нападающего небольшая птичка – красный кардинал. Кстати, именно птицы являются основными врагами этих насекомых. Богомол отчаянно защищается и даже пытается атаковать, но он не в силах так быстро разворачиваться, чтобы парировать нападение. В итоге бедняга теряет равновесие и становится добычей кардинала. Но следует отдать ему должное – сражался Богомол отважно. Все-таки это насекомое очень красивое, и даже его ужасный и злобный характер не портит общей картины. За такую внешность ему все прощается. А на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайком и подпишитесь на канал. Это мотивирует нас на создание новых роликов. Спасибо за внимание и до скорого!